2020 год закончился, и этот год запомнился человечеству в основном негативом. Для многих людей 2020 год был ужасным, и поэтому все мы верим, что в 2021 все станет лучше. Конечно же, это психологическая уловка, чтобы немного себя успокоить. Никаких кардинальных изменений за короткое время не будет. Поэтому в 2021 мы должны оставаться осторожными и понимать, что наступивший год будет очень непростым. Мы, скорее всего, справимся с ковидом, и, возможно, его распространение станет менее масштабным, но нам придется справляться с последствиями, которые он нам оставил. И, если честно, очень сложно прогнозировать что-то и думать, что есть какое-то стопроцентное решение проблем. Но жизнь продолжается, и нам также нужно продолжать жить. Мы сейчас не дадим вам советов, которые помогут решить все проблемы, но в этом видео мы дадим маленькие советы, которые кажутся очень простыми, но сделают вашу жизнь куда лучше, вне зависимости от того, какой сейчас год. Маленькие шаги, о которых мы сейчас расскажем, описаны в знаменитой книге «Проект Бетта Мэн». И они настолько легко выполнимы, что стыдно их не делать. Но для начала я хочу сказать вам кое-что очень важное. Ключ к счастью – это осознание того, что волшебного ключа вообще не существует. Для счастья не предусмотрена конкретная дверь или дорога, потому что счастье не находится в каком-то конкретном месте или на определенном расстоянии. Счастье там, где ты есть сейчас, в тебе самом. Знайте, что счастье – это скорее биологическое и химическое состояние, нежели психологическое. Ваше ощущение счастья и хорошего настроения связано с увеличением или уменьшением определенных химических веществ в вашем мозге. Таким образом, принимая определенные препараты, вы можете чувствовать себя счастливее и спокойнее, по факту не меняя ничего в окружении, потому что эти препараты вызывают повышение уровня гормонов счастья. Это указывает на то, что если в вашем мозге присутствует диспаланс каких-либо веществ, ни одно хорошее событие не сделает вас вечно счастливым. Лишь определенные эмоции могут вызвать увеличение количества этих веществ в вашем мозге, и вы будете чувствовать себя счастливым. Но если вы ведете нездоровый образ жизни, эти радости будут очень недолговечными, и через некоторое время вы все равно почувствуете себя поникшим. Фактически в 90% случаев нам не нужны лекарства для того, чтобы вещества в нашем мозге, которые отвечают за наше счастье и благополучие, находились в балансе. Для этого вам нужно делать вещи, которые кажутся вам очень простыми, но могут сделать вас счастливыми, если вы будете делать их непрерывно в течение длительного времени. Мы не можем вместить все эти простые вещи в одно видео, но отметим несколько пунктов, которые мы все можем сделать. Например, добавить в питание кусочек черного шоколада. В нем полно антиоксидантов, а это вещества, которые задерживают старение. Исследования показали, что те, кто ест темный шоколад хотя бы раз в неделю, живет дольше, чем те, кто не едят шоколад совсем или предпочитают молочный шоколад. Не говоря уже о том, что шоколад это отличный антидепрессант и хороший метод поднятия настроения. Вот такой простой совет, который так легко выполнить. Продолжим еще немного с советами по питанию. Горстка орехов в день и у тебя нет проблем с сердцем. Будет полно энергии и на 20% меньше шансов умереть от какой-либо болезни. Представляете, одна горстка миндаля, грецкого ореха и кешью и риск умереть от болезни уменьшается на одну пятую. Если бы нам про это рассказал Марвел, мы бы точно поверили в чудо. Но рассказывают об этом ученые, которые, увы, не так популярны и красочны в своих доводах. Следующий совет, который звучит отовсюду, но многие его все равно игнорируют, а зря. Звучит он так. Пей хотя бы литр воды в день. Мы не просто на 60% состоим из воды, но вода также помогает нашей крови не сгущаться и тем самым уменьшает вероятность проблем с сердцем. Многие говорят, что не могут пить воду, но на самом деле это не так уж и сложно делать. Один литр воды означает всего 5 стаканов по 200 мл, и вы должны пить их в течение всего дня. Не все сразу. Кроме того, если вода безвкусная и вам трудно ее пить, можно добавить несколько капель лимона или мяту, что придаст аромат и облегчит питье. А еще много проблем решает витамин D. Он стал звездой среди витаминов из-за ковида. И это хорошо, потому что это очень крутой витамин. Благодаря ему наши кости сильны, иммунная система сильнее, а также у нас лучше настроение, и он участвует в строительстве более 200 генов. Больше всего витамина D в молочных продуктах и яйцах. Так что введите их в свой регулярный рацион. В целом, всем настоятельно рекомендуется проверять уровень витамина D в крови на постоянной основе. И если он ниже нормы, принимать дополнительно, купив его в аптеке. Однако, нельзя принимать витамин D в высоких дозах без консультации врача. Если количество витамина D в вашей крови в норме, чрезмерное потребление может даже убить. Это нормально, если вам кажется, что от витаминов не может быть вреда, но есть определенные исключения из правил. И в особенности в случае с витамином D, который является одним из самых важных витаминов. Недостаток или переизбыток витамина D может разрушить нашу жизнь. Перейдем к нашему мозгу. Его в прошлом году нехило так расшатало у многих из нас. Поэтому вот несколько советов для того, чтобы ты стал умнее, спокойнее и улучшил свою жизнь. Что такое 10 минут? Это 0,7% нашего дня. Это настолько мало, что 10 минут мы можем выдержать, ну, практически все. И плохую музыку, и назойливого собеседника, и головную боль. Особенно, когда мы знаем, что все это через 10 минут закончится. И еще легче, когда мы включаем таймер и ждем, когда он зазвонит через эти самые 10 минут. Ведь правда, что таким образом 10 минут можно заняться чем угодно. И наш совет состоит в том, чтобы ты каждый день ставил таймер на 10 минут, включал спокойную музыку, или сидел в тишине, закрывал глаза и просто следил за своим дыханием, ни о чем не думая. Называется это медитацией. Мы специально подошли к этому совету издалека, потому что многие, услышав слово «медитация», сразу же закатывают глаза и думают, что это скучнейшее и бесполезное занятие. Но на самом деле медитация – один из самых лучших инструментов осознанной, счастливой жизни и ясного разума. И согласитесь, 10 минут в день с таймером – это сущая ерунда. Если отдав 0,7% вашего дня, вы станете куда спокойнее и счастливее. Удивительный доказанный факт. Медитация улучшает иммунную систему, так как вы меньше стрессуете, а стресс как раз разрушает ваше здоровье. Еще удивительно улучшает жизнь здоровый сон. Так что высыпайся. Ложись в одно и то же время, желательно до 12 ночи. Хотя, кого мы обманываем, только постарев, люди понимают, насколько важно ложиться рано. И желательно спи 7-8 часов. День начинай с максимальной яркости. Раздвинь шторы, включи свет и к вечеру уменьшай свет вокруг. Ночью спи в полной темноте. Все это ради мелатонина – гормона сна, который замедляет старение, улучшает самочувствие и помогает мозгу работать лучше. Так что интересный факт для вас. Если ты весь день проводишь в темноте или с притускленным светом, а ночь спишь, когда вокруг тебя горят экраны, свет и так далее, то ты будешь немного глупее, нервнее, больнее и умрешь раньше, чем человек, который все делает наоборот. Если вам трудно заснуть, вы можете сделать несколько глубоких вдохов и медленно выдыхать, но не торопливо, а тихо и размеренно. Если вы сделаете это несколько раз, ваше тело наполнится покоем и вы сразу же заснете. Если и этот метод для вас не работает и вы сильно страдаете от бессонницы, полезно будет проконсультироваться с хорошим и знающим врачом. Предположим, что ты засыпаешь вовремя. Поспал? Проснулся? Тогда снова ставь таймер на 10 минут и растягивайся. В интернете огромное количество видео инструкций о том, как это правильно и эффективно делать. И не забывай, что это всего лишь 10 минут. И даже если ты ленивейший человек на свете, 10 минут можно потерпеть. Тем более растягиваться доставляет удовольствие. И это научный факт. Когда ты растягиваешься, организм вырабатывает эндорфин. Гормон радости. И ты становишься немного счастливее. А если ты еще немного можешь поднапрячься, то делай каждый день планку в течение нескольких минут. Хотя бы 20-30 отжиманий и столько же приседаний. Про пользу спорта повторять не будем. Вы и до нас сотни раз про это слышали. Лично я знаю, но очень мало успешных и энергичных людей, в жизни которых нет хотя бы немного спорта. Парадокс, но лично я начал заниматься спортом намного больше, когда все спортзалы закрылись на карантин. Мне всегда была лень ездить и тратить время на дорогу. Серьезно, это был самый большой стоп-фактор для меня, чтобы начать заниматься спортом. Но на время карантина я нашел крутых ребят из Transformy, которые создали онлайн-площадку, на которой ты можешь пройти курс тренировок у себя дома. И для этого тебе не понадобится специального оборудования. Только свой вес и две гантели. Все. Кстати, о крутости. Стань интересным для людей вокруг. Социологи доказали, что люди, которые могут вызвать интерес у собеседника, чаще получают желаемую работу. Они успешнее и счастливее в отношениях. Интересный человек кажется куда успешнее, а успешные люди куда больше притягивают к себе. Как это сделать? Найди себе хобби. У людей, у которых есть хобби и они регулярно учатся чему-то новому, риск болезни, связанных с мозгом, например, болезнь Альцгеймера, уменьшается на 62%. И один из самых важных советов – делай добрые дела. Исследование Калифорнийского университета показало, что 5 добрых дел за неделю прибавляют ощущение счастья на 40%. На все это не надо тратиться. Считаются даже такие мелочи, как если ты кому-то уступишь дорогу, дашь совет или покормишь кошек на улице. Пусть это будет твоей целью. И тут же о целях. Обязательно ставь перед собой цель. Вообще нужно перестать жить без целей. Начни с маленьких, тех, что требуют некоторых усилий, но все же легко достижимы. Например, прочитать книгу за месяц или сделать 100 отжиманий за неделю. Достижения каждой цели, даже если они маленькие, заряжают тебя дофамином, гормоном счастья. Начни привыкать к тому, что цели выполнимы и они улучшают твою жизнь. Не говоря уже о том, что это неплохой способ сфокусироваться. И самый главный совет на год. Не забывай любить близких. Напоминать им об этом и делать приятные вещи для них. В этом году нам очень нужно будет быть сплоченнее и держаться за тех и с теми, кто нам дорог. Люби. Не важно, любовь это к родителям, братьям, сестрам или это любовь к своим детям, к своей половинке, а может к своему домашнему питомцу. Люби, потому что если в твоей жизни есть настоящая любовь, ты будешь хоть немного, но счастлив, несмотря ни на что. Хорошего вам года, друзья! С любовью, команда Опыт Икс. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok